Продолжение следует... Продолжение следует... Девушка не подозревала, что супруг подарил семейную машину своей матери. Она утверждает, что автомобиль, совместно нажитое имущество и после развода требует признать договор дарения недействительным. Каждая из вас сейчас будет говорить, что должен сделать другой. Никто из вас не хочет сказать сам себе, что должен сделать он в первую очередь. После повышения по службе муж фактически перестал общаться со своей семьей. Игнорируя выходные и праздники, все свое время он проводит в офисе. В конце концов, жена устала жить замужем без мужа. Да он меня наручниками привязывал, скручивал, плеткой бил, заставлял меня заниматься интимными делами с двумя, с тремя мужчинами и все это снимал на видео. Проведя несколько успешных операций, врач буквально по кусочкам собрал девушку, попавшую в аварию. Ее сожитель оплатил все услуги, но любимая не оправдала ожиданий, и он хочет вернуть потраченные деньги. Оставайтесь с нами. Истец Наталья Потапова подает иск о признании недействительным договор дарения, которым ее бывший муж подарил семейный автомобиль своей матери. Ответчик Валентин Зодов с иском не согласен и утверждает, что супруга против сделки не возражала. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Я Потапова Наталья Николаевна подаю иск о недействительности договора дарения. Ваша честь, мы с моим бывшим мужем еще в браке приобрели машину Рено 19-й модели. Через некоторое время он подарил эту машину своей матери. Но мне, конечно, он об этом ничего не сказал, и никаких документов он мне не предоставил, поэтому я ничего об этом не знала. Со временем у нас участились ссоры, скандалы, и я была настолько психологически истощена, что просто собрала свои вещи и переехала жить к подруге. Но спустя полгода я пришла в себя, восстановила свои дела, и получила права, и вспомнила о том, что еще в браке мы с мужем приобрели машину. И я потребовала с него половину стоимости машины. Но он поставил меня перед фактом, сказав о том, что еще в браке он, оказывается, подарил машину своей любимой матери. Я об этом ничего не знала, и он сказал, что машина теперь считается не нашим совместным имуществом. Но если честно, Ваша честь, я считаю, что так, как мы машину приобрели в законном браке, я имею полное право на половину стоимости машины. Вы уточните, пожалуйста, вы просите признать договор дарения недействительным, или вы просите разделить совместно нажитое имущество? Я хочу, чтобы признали недействительным договор дарения, и мне выплатили половину суммы машины. Так, будьте добры, пожалуйста, истец, свидетельство о расторжении брака через судебного пристава передайте. Так, ответчик, вам понятен смысл сковых требований? Да, истец просит признать заключенный договор дарения, а именно на автомашину в пользу вашей мамы, недействительным. Я вас слушаю. Я, Зодов Валентин Евгеньевич, считаю, что иск вы должны отклонить. Отвечки, я сама решу, что я должна сделать. Вы сейчас свою позицию обосновываете, свою. Я неоднократно говорил своей бывшей жене Наталье, что машину дарю матери, потому что старая машина ее сломалась, а ей не на чем ездить. Ваша честь, на самом деле он все врет, потому что разговоров у нас никаких не было. Так, давайте мы сейчас на эту тему даже с вами разговаривать не будем, потому что может ли мне ответчик предоставить сейчас в судебное заседание согласие истца на договор дарения? Можете? Ну, у меня нет такого документа. Тогда ни при чем здесь, кто, кому, когда и что сказал. Абсолютно никакого значения не имеет. Автомобиль был вами приобретен в браке. Правильно? Автомобиль в браке был приобретен. Это является совместно нажитым имуществом. Для реализации совместно нажитого имущества разными способами заключение договора дарения, совершение сделок купли-продажи и так далее требуется согласие другого супруга. За исключением составления завещания относительно своей доли в совместно нажитом имуществе. Чужой долей нельзя распорядиться, а своей долей без согласия другого супруга можно распорядиться в любой момент. А сейчас мы с вами говорим о договоре дарения. Договор дарения предусматривает получение письменного согласия другого супруга. Есть письменное согласие? Такого согласия нет. Тогда почему вы подарили машину? Потому что половина, ну, часть стоимости от машины мать давала деньги. Поэтому я ей подарил. А, как говорится, мне и по здоровью врач, ну, запретил за руль садиться автомобиля. Ваша честь, на самом деле я не знаю, какие деньги мать предоставляла. Я не видела никаких документов, какие-либо чеки, что-то. Она вообще ничего не показала для того, чтобы... У вас есть доказательства того, что ваша мама давала деньги на машину? Ну, чеков никаких нет. Расписок? Расписок тоже нет. Тогда как я должна с вами согласиться, что ваша мама давала деньги на машину? Не, ну, а как же, вы считаете, отдать машину половину стоимости машины жене, бывшей? Тем более, сейчас мы уже не живем полгода. Ну, а как вы считаете, люди делят совместно наше-то имущество не просто машины, а ложки и вилки делят между собой? Вас это не удивляет? Ваша честь, они просто воспользовались тем, что я полгода приходила в себя и ничего не могла сделать. И теперь, когда я пришла в себя, они с матерью договорились... Ну, правильно, когда ты пришла в себя, это значит, что надо отнять машину, да? Так машину-то вы решили у меня отобрать. Мы жили в совместном браке и машину покупали совместно. Ваша честь, я Зотова Альбина Павловна. Я с иском невестки не согласна. И никаких денег я ей платить не буду. Достаточно того, что сын купил ей недавно комнату, и она живет в отдельной комнате. Плюс еще, я деньги давала на покупку машины, как при их совместной жизни. Альбина Павловна, при чем здесь комната? Вы денег никаких не давали, никто не видел этого. Деньги на покупку машины я давала. Сын подтвердит. Да, да, да. Нет, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Вот мне вот это сын подтвердит, и ваше быстрое да-да-да, совершенно лично меня не устраивает. Потому что это касается денег, и, следовательно, дайте мне письменные доказательства. Письменного доказательства у нас нет. У нас был устный договор. Невестка Наталья несколько раз присутствовала при этом разговоре. Сын в присутствии ее говорил, что подарит мне машину. Она не возражала. Она была не против. А теперь она требует денег. Так, истец и ответчик. Никак, вот с разговорами никак не получается. Ну, это разговоры, ваши разговоры. Видите, вы говорите, что в присутствии истца вы говорили, а истец говорит, нет, я этого не слышала. С вашей точки зрения, что я должна сделать? Не, ну мы считаем, что вот развод произошел. Почему именно в это время, при разводе, не было раздела имущества? Да, потратила на восстановление своего здоровья. Поэтому я не могла ничего требовать от вас. Вообще-то мы вместе собирались жить. А ты ушла. Так потому что твоя мать меня довела. Ваша честь, я считаю, что в разводе виновата невестка Наталья. Она часто ушла к подруге жить во время брака. Альбина Павловна, вы наустивали постоянно своего сына. Вы не давали нам жить. Ничего подобного. Истец и свидетель. Пожалуйста, развод уже состоялся. Давайте мы не будем к этому возвращаться. Если суд расторг, брак между уестцом и ответчиком, значит, на то были причины. Еще что-нибудь... Ну, значит, на это, как говорят, совместного имущества уже как бы нет. 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 Я понимаю так. Я поняла, да. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Каждый из вас сейчас будет говорить, что должен сделать другой. Никто из вас не хочет сказать сам себе, что должен сделать он в первую очередь. Не желая терять семью, мужчина обратился за помощью к специалисту и узнал, что болен трудоголизмом. Позднее он пришел к выводу, что причиной заболевания стало отсутствие домашнего тепла. Домя наручниками привязывал, скручивал, плеткой бил. Заставлял он меня заниматься интимными делами с двумя, а с тремя мужчинами. И все это снимал на видео. Оплатив операции любимой девушке, попавшей в автокатастрофу, истец попал в сложную ситуацию. Он потратил массу денег, а девушка стала встречаться со своим врачом. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда и узнаем решение судьи. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, сабвозражение ответчиков по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев все представленные документы и доказательства в данное судебное заседание, заявленные исковые требования считает необходимым удовлетворить и признает недействительным договор дарения автотранспортного средства. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что супруг распорядился приобретенным на его имя автомобилем без согласия другого супруга, то есть нарушил требования части 2 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации. Спорный автомобиль является общим имуществом супругов, так как был приобретен в период брака на имя одного из супругов по договору купли-продажи. Овладение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию супругов в соответствии с правилами части 1 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации. Дарение автомобиля матери в период наличия в семье конфликтных отношений и фактическое прекращение ведения общего хозяйства подтверждают утверждение истицы, что супруг скрыл от нее этот факт, потому что знал, что она не дала бы свое согласие на совершение договора дарения. Автомобиль был подарен без согласия другого супруга, поэтому данный договор дарения признается недействительным, и стороны возвращаются в первоначальное положение, то есть автомобиль возвращается в собственность супругов. Ответчик, я не могу выходить за пределы исковых требований и оглашенного решения, но очень рекомендую вам ознакомиться с действием Семейного кодекса для того, чтобы узнать для самого себя, в течение которого времени после расторжения брака супруги могут вернуться к вопросу о разделе совместно нажитого имущества. Просто на будущее для сведений, чтобы вы здесь были человеком подкованным. Для вас, истец, я бы хотела особо обратить внимание, что понятна ваша цель признания данного договора недействительным. Скорее всего, дальше последует исковое требование о разделе совместно нажитого имущества. Вам здесь необходимо помнить о том, что если ответчики докажут, при каких условиях и на каких основаниях вам была приобретена комната, в которой вы сейчас проживаете, это, безусловно, будет учитываться судом при последующем разделе совместно нажитого имущества. Вам тоже необходимо об этом помнить. Ответчики, вам решение суда понятно? Истец, вам решение суда понятно? Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Я, наконец-то, смогу начать новую жизнь. Она достаточно потрепала нам нервы. Наконец-то, она оставит нас в покое. Истец Светланы Кузьмина подает иск о расторжении брака и утверждает, что ее муж слишком много работает и совершенно не уделяет внимания ей и ребенку. Ответчик Олег Кузьмин против иска возражает и утверждает, что он страдает редкой болезнью – трудоголизмом. Слушается дело Кузьминой Светланы Валерьевны со сковыми требованиями о расторжении брака. Ответчиком выступает Кузьмин Олег Андреевич. Пожалуйста, истец, поясните причины вашего развода. Ваша честь, я хочу развестись с своим мужем в связи с тем, что он живет своей жизнью и абсолютно не уделяет внимания ни мне, ни своему сыну. То есть я не вижу никакого смысла в наших дальнейших супружеских совместных жизнях. О чем ты говоришь? Олег, дай мне сказать. Дело в том, что полтора года назад мой муж получил повышение по службе. Он стал генеральным директором строительной компании. И с тех пор он живет исключительно работой. То есть я его дома практически не вижу. Те дни, которые мы прожили как супруги, можно сосчитать по пальцам одной руки. Дело в том, что он уходит в 7 часов утра и возвращается за полночь. Я дошла уже до того, что стала считать дни, когда мой муж бывает дома. За апрель, май и март, за весенние месяцы я насчитала 360 часов. То есть 15 дней мой муж провел дома, прожил дома. И то это условность. Я тебе объяснял, у меня работа, у меня проект. Меня не волнует твой проект. Мои деньги тебя волнуют? И деньги, представь себе, мои тоже не волнуют. Ваша честь, те 15 дней, которые он прожил дома, он работал, висел на телефоне, и вот сидел, утнувшись в свой компьютер. Я попросила его на 2 часа посидеть с больным ребенком. Нашему малышу Илюше, 3 годика. Ребенок болел, мне нужно было уйти. Всего 2 часа нужно было дать ребенку таблетку и уложить спать. И погулять с лабрадором. У нас большая собака. По истечении 2 часов я возвращаюсь домой, вижу картину. Мой больной сын, хлюпый носом, сидит на земле, а рядом на качелях сидит с компьютером мой муж. В то время, как собака наделала в квартире лужу и тупо смотрела в миску, где лежали Илюши на таблетке. Я просто вывел ребенка погулять. Я тебе сказала, больного ребенка положить спать. Это, конечно, было бы смешно, если бы не было так печально, но я считаю, что это просто вопиющий случай. И поскольку он меня абсолютно не слышит, и за последние 2 года мы разговаривали очень редко, поговорить с ним практически ни о чем невозможно. А ты пыталась? Да, я пыталась. В тот раз, когда произошел этот казус с ребенком и с собакой, конечно, я не сдержалась, я на него накричала. Но нету слова. Да, не было слов. Ты мне ничего не объяснил. Ты просто сбежал на трек... Я пытаюсь тебе объяснять. Сейчас мне не надо. Он просто ушел и 3 дня не показывался дома. У меня была сдача проекта, дорогая. Какой проект? У тебя есть жена и ребенок. Извините, Ваша честь. Я считаю, что мужа у меня нет. То есть он есть, конечно, на документах. Теоретически. Но фактически я его не вижу. А если он появляется дома, он сидит за своим компьютером. Он живет своей работой. При любом удобном случае убегает в офис. Там ночует. То есть я живу без мужа. А я выходила замуж. Я хотела жить с мужчиной. Чтоб у меня была семья. Семьи у меня нет. Да, он зарабатывает. Он зарабатывает хорошо. Пусть это странно, но деньги не нужны. Истец, простите, пожалуйста, вы, заявляя исковые требованиями о расторжении брака, при этом не просите назначить алименты. И не нужны алименты. То есть вы материально полностью обеспечены? Ну не то, чтобы обеспечены, но я найду себе работу. У меня хорошее образование. Три года как раз закончились с моего декретного отпуска. Все будет нормально. Я выйду замуж, и моего ребенка будет отец. О чем ты говоришь? Зачем нам разводиться? Будьте добры, истец. Будьте добры, пожалуйста. Свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребенка через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Ответчик. ИСОМ заявлены исковые требования о расторжении брака. Скажите, пожалуйста, вы на расторжение брака согласны? Нет, Ваша честь, я категорически не согласен. То есть вы считаете, что у вас есть основания, которые помогут сохранить семью? Да, Ваша честь. Пожалуйста, изложите тогда. Та проблема, о которой говорит моя жена, действительно имеет место, но связано это с моей работой. Я генеральный директор строительной фирмы, и недавно, ну как недавно, полтора года назад, мы заключили с одной иностранной фирмой проект, который проходит под эгидой правительства Москвы, под личным руководством мэра. Ну и, соответственно, у меня идет большой объем работы. Я отвечаю за людей, за проект. И сейчас как раз подошла такая напряженная пора. А за семью ты не отвечаешь? Я отвечаю за семью. Про сопротивление. Так вот, тот момент, о котором говорит жена, именно о ребенке. У нас проходила сдача этого проекта. Ответчик, ответчик, не надо мне объяснять, чем вызван этот случай. Сейчас в этой ситуации вам необходимо обосновать причины, по которым вы считаете, что можно сохранить семью. А вы мне пытаетесь рассказать про проект. Я не пытаюсь это объяснить, Ваша честь. Дело в том, что после случая с ребенком я понял, что я заработался, и что назрела такая проблема в семье, хотя жена особо такого ничего не говорила. Но я обратился к специалисту, к психологу, так как проблема действительно назрела. И он объяснил мне суть моей проблемы. И я бы хотел, чтобы его пригласили в качестве моего свидетеля. Так в чем проблема? Послушай, он с научной точки зрения обоснует мою проблему. Ну и я думаю, что жена согласится с ним. С чем? С проблемой? Нет. Ваша жена и так достаточно четко проблему изложила. Я понимаю, но... Вы-то в чем проблема? Вы-то скажите еще раз, пожалуйста, ответчик. Вы считаете, что вашу семью можно сохранить? Да, Ваша честь, нашу семью можно сохранить. Тогда объясните мне, почему вы считаете, что можно сохранить вашу семью? Как объяснил мне специалист, я болен. Компьютерная шизофрения? Нет, истец, истец, истец. Это называется, как объяснил мне доктор, трудоголизмом. И он может научно, с научной точки зрения объяснить эту проблему и доказать, что наша проблема решаема. Так ты здоров. Да. Вы считаете, что этого специалиста необходимо заслушать в качестве свидетеля? Да, Ваша честь, я так считаю. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Вот человек тебе объяснит, всё. Отвечу, отвечу. Пожалуйста, я Вас слушаю свидетель. Здравствуйте. Я врач-психолог, кандидат медицинских наук. Шевелев Константин Валерьевич. Проблема трудоголизма очень актуальна не только в современной России, но и во всём мире. Этим вопросом я занимаюсь свыше 15 лет. Трудоголизм – это такое же заболевание, как и алкоголизм, и наркомания. Вот, слушай. Отверь. Прошу, пожалуйста. С той лишь разницей, что в качестве допинга для трудоголика выступает его работа. В результате своих практических и теоретических исследований я написал книгу, которую назвал «Работа как наркотик». Одна из глав этой книги посвящена методике профилактики и лечения трудоголизма. Эта книга напечатана не только в России, но и во многих странах Европы и Америки. Общий террас выше 300. Простите, пожалуйста, свидетель, мы сейчас о разводе говорим. Мы сейчас говорим о расторжении брака. Доктор, он говорит, что он болен. Да. Мои исследования показали, что можно проблему трудоголизма, проблему трудоголиков разделить на 4 основных типа зависимости от труда. Это первый тип. Это трудоголик для всех. Такой человек работает без выходных дней, работает по 16-18 часов. Даже ночью во время сна он думает о работе. О, это ты. Истец, истец. Такие трудоголики не прислушиваются к советам и рекомендациям врачей. И как результат... Простите, пожалуйста, свидетель, я вынуждена вас буду прервать. Скажите, пожалуйста, если вы ставите диагноз, тот, который вы ставите ответчику, к какой категории трудоголиков вы готовы отнести ответчика? Я готов, бесспорно, что пациент мой болен. И я его отношу ко второму типу трудоголику для себя. Это, чтобы муж мужа не тянуло на работу, ему необходимо создать теплоту, комфорт, уют дома. Так как было в первые годы супружеской жизни. К сожалению, в данной ситуации, в том, что заболел ответчик трудоголизмом, приложила руку его супруга. Вот о чем я тебе пытался объяснить. Доктор, ему все равно. Истец, истец, истец. Ну, я не смею с вами спорить, я не обладаю медицинскими познаниями. Скажите, пожалуйста, в вашей замечательной книге нигде не указано, как деньги зарабатывать, если человек не страдает теми четырьмя формами болезни, о которой вы говорите? В данной ситуации я могу сказать, что, естественно, муж может оставаться на своей работе, но после многочисленных бесед с ним я сделал вывод, что он тянет всю работу на себя. Он должен разгрузить себя, заставить работу. Сколько примерно вы предполагаете социальную адаптацию? Примерно сколько вам потребуется для излечения по вашей методе? Я предполагаю, в течение месяца можно излечить данного пациента. А как вы считаете, вам необходимо привлекать истца для того, чтобы она принимала участие? Я считаю, что истец и вылечит своего супруга. То есть при том, что вы дадите определенного рода рекомендации, с точки зрения именно семейных рекомендаций, вы считаете, что это можно преодолеть? Да. Я бы хотел сказать, что Светлана Валерьевна должна как можно больше уделять внимание своему мужу. Нет, нет, нет. Дело в том, что сейчас не надо произносить, потому что если бы вы беседовали как с семьей и пришли, давали рекомендации, я бы с вами могла согласиться. А сейчас, когда истец совершенно не готова к тому, чтобы услышать от вас какие-то рекомендации в ее адрес, она просто не знала об этом. Давайте мы пока воздержим. Можно добавить, Ваше Честь? Да, пожалуйста. Со своей стороны. Вот доктор объясняет эту причину. Дело в том, что когда началась моя работа в качестве руководителя этого проекта, жена перестала уделять мне внимание. Так ты приходишь после 12-го. Ну о чем ты говоришь? Так, вы что-то хотели добавить? Вот доктор говорит, что тепло, внимание. Как же я могу уделять им тепло и внимание, когда его нет дома? Так, истец, понятно. Мы с вами будем ходить по кругу. Каждый из вас сейчас будет говорить, что должен сделать другой. Никто из вас не хочет сказать сам себе, что должен сделать он в первую очередь. Я все поняла из того, что вы сказали. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Да, он меня наручниками привязывал, скручивал, плеткой бил. Заставлял меня заниматься интимными делами с двумя, с тремя мужчинами. И все это снимал на видео. Проведя несколько успешных операций, врач буквально по кусочкам собрал девушку, попавшую в аварию. Ее сожитель оплатил все услуги, но любимая не оправдала ожиданий. И он хочет вернуть потраченные деньги. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, сам возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, ознакомив документами, которые были представлены сторонами в данное судебное заседание, опросив свидетелей со стороны ответчика, слушание дела считает необходимым отложить и назначает супругам срок для примирения на 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругам срок для примирения на 3 месяца, потому что ответчик на расторжение брака не согласен. Если не супруги не примирятся, истица по-прежнему будет настаивать на расторжении брака, то через 3 месяца, в соответствии с правилами части 2 статьи 22 Семейного кодекса РФ, брак между супругами будет расторгнут. Но единственное, я рекомендую вам все-таки обратиться к специалисту для того, чтобы возможно и разрешить ту ситуацию, которая у вас возникла. Истец, вам понятно решение суда? Ответчик, вам понятно решение суда? Суд благодарит свидетеля, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Назначить срок для примирения 3 месяца. Я согласна на эксперимент, согласна поработать с доктором. Но уж если ничего не получится с самого начала, пусть доктор поживет вместе с нами. Я уверен, вместе мы сможем решить эту проблему. И через 3 месяца не понадобится дополнительных каких-то слушаний. Истец Олег Черепанов предъявляет иск о возмещении ему материального и морального вреда в размере 150 тысяч рублей своей бывшей сожительнице. Ответчик Алисе Золотых отказывается возвращать деньги, потраченные истцом на ее операции после аварии. Прошу обязать мою бывшую девушку Олесю Юрьевну выплатить мне средств за моральный и материальный ущерб в виде 150 тысяч рублей. 100 тысяч рублей материальный ущерб, который я потратил на медицинские нужды для оздоравливания этого человека. Это случилось после того, как она попала в автокатастрофу, после которой пришлось прибегнуть к медицинской помощи. Я нанял, обратился к лучшим медицинским специалистам, которым она попала на операцию. Там проводилось оперирование, очень много денег было потрачено на это. И больше всего длилось это время, я ухаживал за ней, старался как можно больше, так скажем, прикладывал всех усилий тех, которые, ну, чтобы показать ей свою любовь. Хотя мы прожили 4 года нормально до этого случая, хотя официально не были зарегистрированы, но отношения довольно-таки в семье были хорошие. Помогал ей, старался в чумок. Но в какой-то один момент я стал замечать, ее отношение ко мне как-то изменилось. И я старался на это не обращать внимания, потому что меня больше всего беспокоило тот день выписки, за которым, ну, в тот день, который должен был прийти, чтобы забрать ее из медицинского центра. И в назначенный срок я приехал намного раньше. Что получается? В один момент я обратил внимание, что она вместо, чтобы сообщить мне о месте встречи, где мы должны были с ней встретиться, она вдруг садится с бывшим своим врачом, травматологом, машину. Я сначала думал, может быть, это какие-то необходимые процедуры после ее пребывания в медицинском центре. Но все-таки что-то вот внутреннее меня потолкнуло, и я начал следить за ними. И через некоторое время увидел, что они остановились в лесопосадке. Я уже не выдержал, что-то нехорошее такое было во мне, подскакиваю к машине, а они там уже в процессе любви. И я уже, сами понимаете, этого не выдержал. И вытащил этого травматолога и избил его. Да, набросился. Ну, мне просто такая ситуация, я избил его. С ней мы, конечно, после этого расстались. На сегодняшний день у меня нет ни жены. Те деньги, которые я потратил на ее лечение, тем более они были заняты, я еще остался и в долгах. Поэтому прошу ее, как все-таки мы жили тогда семьей, возместить мне этот ущерб. И я хочу выплатить эти деньги, которые занимал. Будьте добры, пожалуйста. Истец, у вас есть договор о платном лечении? Да, совершенно верно. Он на вашу фамилию? На вашу фамилию? Да, принес договор на оказание платных услуг и книжка, с которой снимались деньги. Через судебного пристава передайте, пожалуйста. Это материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Обоснуйте мне, пожалуйста, моральный вред в размере 50 тысяч. Да, вот я хотел как раз подчеркнуть ту деталь, что после того всего, что произошло, я тяжело пережил эту ситуацию. И, так скажем, понес, было подавленное состояние. Я не знал, как выйти сначала из этого всего. Поэтому и прошу обязать ее, помимо еще потраченных денег на медицинское обслуживание, которое я потратил, и плюс еще 50 тысяч рублей, как моральный ущерб. Пожалуйста, отвечу. Ваша честь, я с иском не согласна. Я не считаю, что я должна обязана выплачивать какие-то деньги Олегу. Я ничем не обязана. Денег я с него никаких не просила за операцию. Платила, наплачивала сам. По своему собственному желанию. Более того, более того, это было в тот момент, когда мы жили совместно. Ваша честь, представьте себе, я загипсованная лежала в больнице. И он в это время, пользуясь случаем, моей беспомощностью, еще склонял меня к близости. Ваша честь, у нас не было никакой любви. Никакой любви не было даже речи. Мы сошли с ним, потому что я уже не молода. Мне уже 32 года. В наше время трудно прожить одной. Истец, Олег, за мной ухаживал, цветы дарил. Я поверила. Мы с ним стали жить вместе. Он издевался надо мной. Использовал меня. Как только мог. И вы знаете, а любви-то хотелось. Любви-то хотелось. Я живой человек. И представляете, получилось так, что после этой аварии, после этого несчастья, я на больничной койке встретила свою судьбу. Врач. Заботливый, нежный, красивый. Он меня спас от смерти. Не истец, он меня по кусочкам собрал. Буквально я жить начала. Понимаете? Не этот человек, не ты. Это врач. Врач. Все, я ему жизнью своей обязана. Ваша честь, я хочу добавить, что, извини, но если он такой любящий, так почему же он тогда, так скажем, не бесплатно все это делал, а если он любит тебя, так он должен был свою любовь проявить. Пусть бесплатно бы делал, а не качался менять деньги. Он работает в платной медицинской клинике. Он не себе деньги берет. Он там какие-то проценты с этого получает. Он врач, он специалист, он работает, ему тоже нужно на что-то жить. Ответчик, ответчик, ответчик. Ты что ему... Ответчик. Одну минуточку. Что-то так в рассуждениях пока не очень у меня складывается. Давайте какую-то логику будем вашей позиции искать. Вы ставите истцу в вину, что вы были загипсованы, и вот при этом вас склоняло к близости. При этом вы говорите, что вы встретили свою любовь, гипс вам не мешал. Любовь встретить гипс не мешал? Я держала на больничной койке, за мной ухаживал. Ответчик, ответчик, ответчик. И еще. Если вы говорите, я правда никак не могу понять, мы все как-то о деньгах говорим, а вы все время пытаетесь мне рассказать, как вы встретили свою любовь. Но ваше утверждение, что ваш новый возлюбленный работает в медицинском учреждении, оно платное, и поэтому истец должен был платить. Ну, естественно, он платил в кассу деньги, не ему лично, а в карман, правильно, а по тарифу, как полагается. Ответчик, скажите, пожалуйста, у меня к вам еще один вопрос. Если бы истец не устроил вас в это платное лечебное заведение и не оплатил указанную сумму денег, ну, я даже ставлю за скобками, что вы не встретили бы там свою любовь, предположим. У меня другой вопрос, более меркантильный интересует. Вы смогли бы так быстро выздороветь? Ну, если бы вы лежали не в таких условиях. Я не знаю, как бы произошло. Я бы лежала в государственной клинике. Я не просила, чтобы он меня положил именно в эту дорогостоящую клинику. Я не просила ни копейки с себя. Мы тогда сменой жизнью жили. Мы не мешали. Я ни копейки с него не попросила. Я не в том состоянии была, чтобы просить вообще о чем-либо. Я не знаю, почему он вдруг начал обо мне заботиться. Все время, когда мы жили, он издевался. А вы считаете, почему он так начал вдруг истеться, а вас заботится? С вашей точки зрения? Какой это предположение? С точки зрения? Не знаю. Наверное, все-таки просто садистские в душе замашки, чтобы уже до конца меня добить. Ладно, физически. Ваша честь, я прошу прощения, но я хочу некоторые коррективы внести, хотя бы потому, что не хотелось бы ссоры из избы выносить. Ну, да, были у нас разные занятия на сексуальной почве, но ей это нравилось, и тебе же это нравилось. Занятие на сексуальной почве? Да, меня наручниками привязывал, скручивал, плеткой бил, заставлял меня заниматься интимными делами с двумя, с тремя мужчинами, и все это снимал на видео. Это может нравиться любой какой-нибудь нормальной женщине. Нет, да ты мне всю душу, всю душу меня вытрепал, ты меня уничтожил практически. Да. Какие деньги, какие деньги, после этого я тебе должна за это заплатить, за все. Давайте разделим, за что, за это то, что вы перечислили, или все-таки за лечение. Как-то у вас все время вы... Мы жили с ним вместе. Мы жили с ним вместе. Я поняла. Практически, может быть, не документ. Я была его фактически женой, правильно? Не знаю. Ответчик, не сложно. Я исполняла супружеские обязанности. Я четыре года готовила, стирала, ждала его с работы, выслушивала все его претензии во всем, и еще пыталась как-то в постель ему угодить. Лишь бы тебе было хорошо, да? Ответчик, ничего бы не случилось, если бы ты не встретилась со своим хирургом. Слава Богу, я с ним встретилась. Кистец и ответчик. Вы просили свидетеля с вашей стороны. Пожалуйста. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля и ответчика. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Свидетеля и ответчика пройдите. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Саркисов Анатолий Павлович. Ваша честь, я хочу сказать, что я даже не могу понять, как она жила, моя любимая, с этим просто маньяком. Потому что, послушав мою любимую, как она рассказывала с ним... Простите, пожалуйста, я хотела бы довести до вашего сведения, что вы находитесь в зале суда. Поэтому, если вы хотите говорить, либо говорить ответчик, гражданка, ну, какое-то такое, выберите, пожалуйста, выражение? С истцом. Нет, с ответчиком. С ответчиком. Как ответчик могла жить с истцом? Дальше. Она же очень плохо. Простите, пожалуйста, свидетель, я хочу вас понять. Вы мне скажите, вот, что вы мне сейчас перечисляете, как ответчик, так и вы, вы считаете, что это является основанием того, чтобы не платить деньги истцу? Да, он маньяк. То есть, мы с вами платим или не платим деньги в зависимости от того, хороший человек или плохой человек? Ну, ответчица не должна платить, моя любимая. Ответчица не должен платить. Почему? А за что я ему должна платить? За что? Я должна платить ему деньги? Он же сам платил за ее лечение. За то, что меня врачи спасали? За то, что они за свою работу получали что-то? За что? Ответчик, честно говоря, вы иногда своими вопросами ставите меня в тупик. Почему я должна возвращать деньги, которые он сам добровольно, добровольно потратил на меня? Он хотел доброе дело сделать? Доброе дело сделать? Спасибо большое. Один любил, а в это время с меня деньги качал. Я когда с ним подрался, я, да, я навредил ему кое-что, но... Да ты, да ты его чуть не изуродовал. За те деньги, которые я платил, я считаю, это еще мало надо было. Ну скажи, целый месяц, ты не мог. Я целый месяц из-за тебя не работал. Это я по-настоящему должен на тебя подавать в суд. Конечно. А не ты, еще какие-то деньги. За тот сломанный палец, так надо было тебе не палец сломать, а кое-что другое, что ты вообще работал. У вас была временная нетрудоспособность? Да, целый месяц. А почему вы не подали соответствующие требования? Я благородный человек, как врач. Нормально. Тем более, такая ситуация еще, как бы посчитал ненужным пока подавать в суд. В дальнейшем я еще об этом подумаю. Если ты такой благородный и такой любящий, так почему-то ты не бесплатно это все делал. Естец, извините, это моя работа. Естец, а как вы себе представляете? Вот я хочу тоже вашу логику понять никак не могу. Вы приходите в телефонный узел оплачивать телефонные счета. Там сидит ваша жена. Да? И вы говорите, нет, давай вот я не буду оплачивать. Ну вот как вы себе представляете? Ваша честь, я жил с ней и у нас была семья. Я считаю, что я тратил деньги на нашу семью. И кто теперь на нашу жизнь? Мне тогда к вам вопрос, а вы зачем четыре года жили с человеком, которого не любили? Зачем? От одиночества, от обезисходности. У меня жить просто негде было. У него квартира. Так, понятно. Так, суд удаляется для принятия решения. Судья – это говорящий закон. И он не любит, когда его перебивают. Ответчики, если вы будете перебивать исца или судью, я вас удалю из зала. Судья может вам помочь, только не нужно давать ей советы. Вы кому сейчас совет даете? Ей советы, вам. И мне вы даете совет? Знаете, простите, пожалуйста, я вообще в советах не нуждаюсь. Судья должен знать все и может задавать любые вопросы. Простите, пожалуйста, я, может быть, задам не очень корректный вопрос. То есть у института разума нет, а у вашего приятеля разума есть. Главное – уметь слушать голос закона. Ответчик, если вы сейчас не дадите мне возможности огласить решение, вы так никогда и не поймете, какие права у вас есть. А я так понял, никаких ничего не нет, если этого я должна до конца огласить решение. А теперь вернемся в зал суда и узнаем решение судьи. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, ознакомившись с документами, которые были представлены сторонами в данное судебное заседание, а также опросив свидетелей со стороны ответчика, в иске о взыскании с ответчицей в пользу истца денежных средств, потраченных на лечение, считает необходимым отказать. Суд отказывает в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчицей денежных средств, потраченных истцом на ее лечение, потому что между истцом и ответчицей не было договорных отношений. Истец по собственной инициативе оплатил лечение ответчицы, поэтому обязательственных отношений со стороны ответчицы по отношению к истцу не возникло. Изменение отношений между истцом и ответчицей прекращение их совместной жизни не является основанием для взыскания с ответчицей данных денежных средств. Естественно, вы оплачивали данный договор в добровольном порядке. Как-либо вы взаимоотношения с ответчиком в этот момент не оформили ни распиской, ни заключением договора займа, ни договором о последующем возмещении указанных расходов. На этом основании суд вынужден отказать в удовлетворении заявленных вами исковых требований. Течек, вам решение суда понятно? Суд благодарит свидетеля. Дело закрыто. Решение суда. В исковых требованиях отказать. Если будущая моя женщина вдруг попадет в аварию, не заплачу ни одной копейки за будущие ее операции. Я 4 года терпела, мучилась, а ему было жалко денег оплатить моей операции. И он же с меня еще эти деньги требовал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...